Здравствуйте, дорогие зрители! 1 декабря в британской газете Индепендент вышла статья с очень таким неожиданным заголовком. Давайте ее вместе почитаем. А в конце понаблюдаем то, как менялось на Западе отношение к Асаду с тех пор, как Россия начала военную операцию в Сирии. Мы должны признать то, что Асад победит в войне в Сирии, и Западу должно быть стыдно за то, до чего он довел этот конфликт. В будущем будут обвинения, что антиасадовскую оппозицию предали западные покровители. Однако на самом деле оппозиционеры, противостоящие Асаду, всегда были слишком раздробленными, и этого было недостаточно для выполнения задачи, которую они себе поставили. Так, ну здесь мы видим беженцев из района Масакин-Ханана, которые правительственные войска освободили 30 ноября. Возможно, это мои фантазии, но у меня такое впечатление, что с самого начала конфликта в Сирии, даже тогда, когда происходят наиважнейшие события, Запад целым и Великобритания в частности предпочитают не обращать на них внимания. Само собой, есть иные темы, которые продвигаются в общественном сознании и информационном пространстве, начиная с миграционной политики, в ходе которой гражданство дает только футболистам, и заканчивая драматичными новостями о Брекзите и вступлении на должность президента Трампа. Однако, очень похоже на то, что на прошлой неделе началась развязка ситуации в Алеппо, если не во всей Сирии. Причем, данная новость была либо проигнорирована, либо также равнодушно подана, как и предыдущие остальные новости по Сирии. Россия и президент Башар Асад выглядят как единое селенское зло, в то время, когда нас чудом по скайпу доходят душераздирающие призывы о помощи от оставшихся без домов семей, врачей, которые остались без больниц, и детей, у которых нет еды. В моем почтовом ящике есть еще более отчаянные сообщения от людей, оказавшихся в окружении, которые призывают Великобританию и Европу сделать хоть что-то, все что угодно, чтобы спасти их. Вот мой вопрос. Какое ответное действие будет наиболее гуманным, с учетом того, что сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации в настоящий момент продвигаются в контролируемом повстанцами восточном Алеппо? Еще непонятно, что же за повстанцы. США, ЕС, Великобритания или кто-либо другой должны призывать к прекращению огня, пообещать еще вооружение или даже направить дополнительные силы спецназа, чтобы помочь в этой ситуации тем, кого мы по-прежнему называем в кавычках «умеренной оппозицией», или, учитывая бесспорную жестокость и бессердечность такого шага, оставить их один на один, чтобы произошло то, что рано или поздно должно было случиться? Какой из предложенных вариантов с наибольшей вероятностью остановит смерть и разрушение? Какой из вариантов с наибольшей вероятностью сохранить жителей и все, что еще осталось во втором по величине городе Сирии? Что из предложенного с наибольшей вероятностью прекратит гражданскую войну в Сирии? Какой из вариантов больше устроит не только европейцев, но и ливанцев, и орданцев, и турок, остановит поток беженцев или даже начнет обратный процесс? Ответ должен быть очевиден. Любое из действий в рамках первого варианта только продлит агонию Алеппо. Более того, складывается впечатление, что если не Евросоюз и Великобритания, то США уже выбрали второй вариант. Однако сейчас предпочитают не признавать этого. Когда же они выбрали этот вариант? Предполагаю, что президент Обама отдал победу в Сирии в то время, когда Хилари Клинтон проиграла Трампу. Понимая то, что Трамп не увидит какого-либо интереса США в сирийском конфликте, действующая администрация вполне могла решить, что раз инициатива в руках Асада, то попытка его свергнуть прольет еще больше крови и ничего не решит. В совбезе ООН продолжаются споры о том, что могут сделать в этом конфликте, не вовлеченные в него страны, если они вообще что-то могут сделать. Однако, все уже кончено. Смена режима, несмотря на различные попытки Запада его раскачать и расшатать, судя по всему, не произойдет. По крайней мере, не по тому сценарию, который США и другие страны хотели бы видеть и пытались его воплотить. На этой неделе, на фоне продолжающихся в Совете Безопасности разногласий, заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен озвучил мудрую мысль. Он сказал, цитирую, «Во имя гуманности мы призываем, мы умоляем стороны конфликта и тех, кто на него влияет, сделать все возможное для того, чтобы защитить мирных граждан и открыть доступ в осажденную часть Восточного Алеппо, прежде чем она превратится в одну огромную могилу». Обратите внимание, он не призывал к прекращению огня, в отличие от министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который пару дней назад это делал. О'Брайен призвал противоборствующие стороны и тех, кто имеет влияние в данном конфликте, открыть доступ в осажденную часть города, чтобы защитить мирных жителей. Его слова гораздо меньше похожи на призыв остановить боевые действия, и более вероятно то, что их воплотят в жизнь. В случае, если не удастся защитить мирных жителей, вина будет лежать на той стороне, которая победит. Для США и Великобритании в Ираке, Франции и Великобритании в Ливии главной неудачей было то, что они не смогли выполнить основные обязательства сторон победителей. Посмотрим, справится ли с этим сирийское правительство, полностью поддерживаемое Россией. Смогут ли силы сирийского правительства, как военные, так и мирные жители, восстановить порядок и работу основных служб города? Смогут ли и захотят ли они обойтись без взаимной неприязни друг к другу? Послужит ли победа в Алеппо сигналом к прекращению борьбы в других регионах? Возможно. Однако восстановление сирийским правительством контролем над Алеппо не будет означать то, что гражданская война точно закончится и прекратятся вооруженные нападения. Даже если Сирия останется единым государством, то центральные власти уже не будут иметь прежнего влияния, а подконтрольная им территория уменьшится. Те же курды не отдадут ту территорию, которую они отбили. То, что должно стать основанием необходимости заключить мирное соглашение, так это политическое соглашение, которое много раз активно обсуждалось в, казалось бы, бесконечных переговорах между госсекретарем США Джоном Кири и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Тогда в качестве обсуждения проходил тот вариант, при котором были бы организованы широкоформатные переговоры с представителями многих сторон, включая Асада, а также назначены выборы, по итогам которых власть либо перешла бы мирным путем от Асада к кому-либо другому, либо иным способом была бы решена будущая роль Асада. Однако помеха заключалась в том, что, несмотря на то, что Кири и Лавров договорились, а их договоренности распространились на другие стороны конфликта, вскоре конфликт продолжился, как и прежде, поскольку никто из договорившихся сторон не мог полностью контролировать все те разношерстые отряды как с одной, так и с другой стороны. Нравится вам это или нет, но уверенная победа в Алеппо, возможно, будет более хорошей возможностью скрепить, а не нарушить данное соглашение, после заключения которого каждый из сторон надеется улучшить свои позиции. После заключения этого соглашения будут обвинения, что, мол, антиасадовская оппозиция была предана своими западными покровителями, поскольку уже сейчас появляются обвинения в том, что Обама не смог продавить свою позицию по обвинению Асада в использовании химического оружия, что не только сыграло на руку Асаду, но и создало для России возможность вместо Америки взять контроль над Сирией. Будут также обвинения в мягкотелости и намеки на ситуацию 30-х годов. Здесь, видимо, имеется в виду Мюнхенский заговор, в результате которого страны Запада проявили слабость и позволили Гитлеру расчленить Чехословакию и взять контроль над Судетской областью. Однако корректнее будет сказать, что оппозиционеры, противостоящие Асаду, всегда были слишком раздробленными, чего было недостаточно для выполнения той задачи, которую они для себя поставили. Поэтому в будущем, несмотря на убедительные речи, которые говорят представители диаспоры, США, Великобритания и другие страны больше никогда не должны оказывать поддержку, подобную той, которую они уже оказали в Сирии. И когда спустя месяца будет задан вопрос, так кто же несет ответственность за катастрофу в Сирии, то ответ должен быть, что да, Асад это начал, но мы, Запад, затянули этот конфликт, сделали его еще более кровопролитным и запутанным, чем он мог быть без нашего вмешательства. Интересная статья, согласны? Как думаете, какими были бы заголовки западных СМИ, если бы Россия не помогла сирийскому правительству? Можете написать в комментариях. Потому что до начала военной операции они были примерно такими. Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, настаивает на том, что президенту Асаду нет места в будущем Сирии. 6 октября 2015 года. Да, операция уже началась, но еще никто не знал, насколько она окажется успешной. А здесь мы видим, как наши западные партнеры поменяли свое мнение. Спустя почти год. Сотрудничество с Асадом может быть единственным способом достичь мира в Сирии. Вот оно, как видите. Благодарю за просмотр.